Если одни загорают и плавают в официально разрешенных местах, которые постоянно контролируются спасателями, где чистый пляж и исследованное на опасные предметы дно, то другие все еще выбирают для себя пляжи, где купаться хочется, но не там, где можно. Что говорит о высокой безответственности и несерьезном отношении людей к своему здоровью, статистика по области удручающая. На текущий момент погиб 41 человек. В Бресте же, к сожалению, только за прошлую неделю было зафиксировано 4 случая гибели людей. Причины разные, но основная причина – это купание в запрещенных местах, купание в нетрезвом состоянии и оставление малолетних детей без присмотра. И вот случай, который есть в области с гибелью, с травмами, говорит о том, что люди не осознают ту опасность, которая может быть при купании. Вот совсем свежий случай, когда на озере Каташи молодой человек нырял в воду и ударился головой. Да, его спасли, но, к сожалению, человек находится в реанимации, находится в тяжелом состоянии. К сожалению, именно такой травматизм нередко заканчивается гибелью человека. Опасность запрещенных мест купания заключается именно в том, что дно таких водоемов не обследовано водолазами на опасные для жизни предметы, а на воде не дежурят спасатели. Тем не менее, наличие предупредительного знака «купаться» запрещено, а также шелкбаумы, закрывающего проезд автомобилей к водоему, зачастую совсем не отпугивают горожан. Если это неотведенное место, ну, то есть там не знаешь, там может быть и сваи, что угодно. То есть как-то так, ну, раз здесь уже прыгают много, значит тут ничего нету, не так получается. Тут плавают все, ну, то есть как бы оно уже, тут и дайверу уже не надо плавать, тут как бы люди сами все это увидели, что здесь можно плавать и как бы табличка это, ну, не знаю для чего, ну, для лодок, наверное, тут поставлено. Я, ну, не плаваю далеко, во-первых. Во-вторых, алкоголь и, ну, вода, в принципе, несовместимы тоже, вот это я считаю такой фактор. Ну и баловаться тоже на воде, ну, как, я думаю, тоже такое себе. Почему, например, вы выбираете вот это место, а не тот вот, тот левый пляж, потому что там разрешенный, а вот этот, получается, кусочек запрещенный. Поэтому вот мы хотим... Я думаю, по расположению все равно где-то кому-то ближе на остановку, где-то еще что-нибудь, ну, здесь поменьше людей. В огромной зоне риска всегда находится самая уязвимая часть населения – дети. В силу возраста они не всегда подходят к купанию осознанно. Баловство на воде, купание без сопровождения родителей и, конечно, в запрещенных местах. Задача рейдов, проводимых представителями освод, в очередной раз предупредить и разъяснить, какая опасность подстерегать людей на водоемах, чтобы в печальную статистику не попадали новые трагические примеры. В ходе рейдовых мероприятий по запрещенных местам у нас предупреждено более 150 граждан нашего города. Из них более 50% – это несовершеннолетние дети, которые находились у водоема самостоятельно. Очень часто родители даже не знают, что дети находятся у воды. Поэтому мы обращаемся именно к родителям наших детей, чтобы в первую очередь интересовались досугом, где проводят дети свободное время. И обязательно, если ребенок собирается отдохнуть, покупаться, сопровождали детей. Малолетние дети до 14 лет не должны находиться без сопровождения взрослых у воды. После 14 только с разрешения родителей. С детьми нужно разговаривать, рассказывая на примере, как страшно иногда может закончиться нарушение правил на воде и у воды. Я всегда хожу с родителями или с кем-то из взрослых. Потому что в любой момент тоже могу закончить, как тот мальчик. Тоже могу удариться головой, мне может это отказать. И могу утонуть, если что. Моя мама не пускает меня одну купаться сюда, потому что она боится за мое здоровье. Она говорит то, что в любой момент, сейчас много кто умирает на воде, и поэтому она боится за меня. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.